У них нет замены Байдену, потому что все остальные либо Трамп, который не системный, либо это люди, уже получавшие либеральное высшее образование, то есть люди, которые не способны воспринимать реальность как таковую. С какой скоростью они доведут Америку до состояния Украины, это вопрос открытый. Любое перемирие это будет консервация и накачка новых сил для нового нападения для нас. И ничего. В отношении России и Беларуси сейчас, я боюсь это говорить, но у меня они представляются близкими к идеалям. Африка это предельно благодатный рынок. То есть это рынок, который покупает все. Россия и Беларусь с климатической точки зрения будут самыми благоприятными местами. Михаил Геннадьевич, рад приветствовать вас. Добрый день, здравствуйте. Подходит к концу 2023 год. По вашим оценкам, в чем в этом году мы были успешны, в чем не очень, в чем могли быть более эффективны? В нашей стране социально-экономическая политика продолжалась такой же, за некоторыми исключениями, как она была заложена еще при Гайдене. То есть, да, государство очень интенсивно вкладывало деньги в развитие. Да, это была новая бюджетная политика, но мы ее наблюдаем с 2020 года, с приходом правительства Мишуски. В этом отношении ее эффективность выросла, то есть она улучшается с течением времени. Удалось добиться выдающегося успеха во втором квартале нам, потому что у нас был большой рост промышленности и большой рост инвестиций, причем не только военной промышленности, но и всякой. И та приятная, хорошая, красивая статистика, которую мы отчитываемся за год, эта статистика в основном была сделана во втором квартале. После этого либералы, обслуживающие интересы враждебного нам Запада, нанесли ответный удар. Была осуществлена абсолютно рукотворная девальвация под совершенно вздорными предлогами. И до тех пор, пока президент России своим указом не был вынужден ввести частичную продажу валютной выручки, далеко не для всех субъектов экономики, до тех пор Банк России категорически отказывался от мер, способствующих укреплению рубля, обеспечивал девальвацию рубля последовательную, соответственно, с дезорганизацией всей экономики. И повышал процентную ставку, повысил в итоге в два раза. Может быть, еще повысит. В декабре делаются такие намеки. При том, что в условиях искусственно созданного денежного голода, как у нас, повышение процентной ставки не снижает инфляцию, наоборот, ее только разгоняет. 24-й год, ведь мы же понимаем, что все, что будет происходить в следующем году, в общем-то, закладываются успехи или неуспехи, а они закладываются прямо сейчас. Исходя из ситуации в большой политике, Купанам в феврале должны нанести какой-то удар, потому что такой психоэмоциональный удар, чтобы разрушить нервную систему. Они содержатся, содержатся, у них нет для этого шансов, нет для этого пока возможностей. А вот психоэмоциональный, это такая реальная опасность, я надеюсь, что наши к этому как-то готовятся. Понимаете, когда вы находитесь в положении стратегической обороны, обороны у вас нет возможности победить. Вот из тех бесчисленных уже, наверное, пакетов санкций, которые просто посыпались на Россию и на Беларусь в том числе, просто на нас они раньше стали сыпаться, а сейчас и еще, и еще. Но у нас все чиновники гордятся, что мы рекордсмены по количеству санкций, и мы опережаем Беларусь в том числе. Да, но по времени мы уже точно всех опередили, сколько мы живем под этими санкциями. Ну и как-то живем, надо отметить. Понимаете, у вас немножко другая социально-экономическая политика, она вас ориентирована к развитию. Ну скажем простой пример. В 16-м году приезжаю в Красноярский край, там все дружно плачутся, что закрыли красноярский завод комбайнов, который, так сказать, с советских времен, это года, наверное, до 12-13 работал и обеспечивал сельхозтехникой, всю Сибирь и вообще все хвосток от Урала. Я говорю, бедный, на чем же вы тогда работаете? Они говорят, ну как на чем? Гомель сельмаш поставил, здесь сборочные, так сказать, цехы собирают, это все в порядке. Понимаете, у нас бы Гомель сельмаш был бы в году в 10-м ликвидирован. У вас немножко другая социально-экономическая политика, поэтому немножко другое восприятие санкций. У нас сейчас действительно начались, ну как бы санкции, это удар и ответ, да, и мы довольно хорошо ответили на первую атаку, но у нас сейчас, значит, как бы американцы и запах в целом начал следить, начал ловить фирмы-последники. И вот эта вещь очень неприятная, потому что тогда придется переходить сфер посредников на фирмы на дневке, а это неудобно для всех. Это просто выше затраты, выше администрации на Россию. Если говорить о сотрудничестве Белоруссии и России, вот в последнее время мы наблюдаем такой очень позитивный, очень много позитивных моментов в интеграционных процессах. Ну и что отражается в цифрах, например, вот говорит Мезенцев, что 22-й год был прирост, 14%, в 23-м году ожидаем еще большего. Допустим, посол Белоруссии в России крутой считает, что где-то планка товарооборотов 50 миллиардов совместного будет достигнута в этом году. Многочисленные пакеты санкций, рестрикций всех плохих решений. Как вот эта вот наша история союзная помогает нам все-таки действительно справляться со всем с этим? Ну, конкретно Белоруссии помогает разница социально-экономических политиков. Если кто-то пытается развивать промышленность в России, то это можно делать, если брать общий случай, только если поддерживают государство. Напрямую поддерживают, субсидируют кредиты, защищают от рейдеров и так далее. А Белоруссия, как я понимаю, этот механизм работает в отношении почти везде. То есть, если он где-то случайно не работает, то это именно несовершенство системы. Поэтому белорусская промышленность есть, она работает, и она получила огромный доступ на российский рынок достаточно давно. Раньше этот доступ сдерживался, сейчас у нас вдруг возникла потребность, нам нужно все и сразу, и много, и никто не продает. Через Китай иногда бывает сложно затащить, а я про Казахстан молчу. И вдруг выясняется, что рядом под боком есть производитель, у которого, в принципе, все работает, у которого государство не разрушает производительные силы национальные, а старается их созидать, и, в общем, хорошо уходит. То есть, это, как бы, в общем, хорошая новость. Я боюсь, что наши передичавые могут, конечно, какую-нибудь очередную пакость устроить, но это уже я так, рефлекторно боюсь, потому что так на горизонте я ничего плохого не вижу. Честно. Ну, наверное, какие-то нестыковки мелкие имеют место быть, но о них и не слышно, и о них и не плачутся. То есть, скажем, если в начале 23-го года ряд моих знакомых, директоров кричали, что необходимо признать за белорусскими производителями статус российских производителей, то есть, чтобы к ним относились как к отечественным, чтобы никак не тормозили. Сейчас я говорю, ребят, ну это вот нужно выдвигать? Нет, нет, выдвигать не надо. Вопросы решили, все очень хорошо. Не надо. Да, но там в большей степени касалось продукта совместного, что называется, потому как, например, когда на питерский трактор ставится белорусский двигатель, или там... Да, и белорусская фара. Да, ну и что? А какой он по факту? Ну и наоборот ведь тоже. Ведь когда на белорусский грузовик, там, комплектующих на тот же трактор белорусский, комплектующих российских, мама дорогая, ну а какой он тогда в итоге, белорусский или российский? Единый технологический организм в нашей экономике. Ну и слава богу. И слава богу. Вот. Так что я думаю, что все будет потихонечку развиваться. Я думаю, что интеграция финансовых систем до оздоровления российской финансовой системы нам не нужна вообще. От слова совсем. Не нам, не вам. Вот. Я думаю, что какие-то технологические пойдут улучшения. Я думаю, через некоторое время мы увидим востребованность белорусских врачей в России очень высокую. То есть это будет... Понимаете, если у нас начнется развитие, я думаю, что в конце 25-го оно все-таки начнется, или в 25-м начнется, то тут у Белоруссии будет большая проблема, потому что кадры будут высосаны сразу и всем. Вот. Но это надо еще дождать. Мои знакомые едут лечиться в Белоруссию. Страхно довольны, страхно счастливы. Некоторые едут учиться в Белоруссию. То все хорошо. Так что... А что ж в райском саду, по меткому выражению одного из европейских политиков, на ваш взгляд, что их ждет в 24-м году? А райский сад, это, простите, что? Европа, наверное, старая, да? А мы-то в джунглях с вами, вы же помните. Понятно. По этому определению. Ну, как сказать, в районе текущая Российская Федерация в прошлом году стала крупнейшим поставщиком газа в Испанию. Мы там лживо переплюнули. Вошла в топ поставщиков зерна в ЕС еще так. Да, тоже всех отодвинули. Мы же это зерно везли официально в Африку. И ай-яй-яй, какие плохие покупатели зерна. Мы-то думали, что продаем африканцев. Они-то европейцы оказались. Мы удивлялись. Чего еще такие светленькие? Ну, понятно. Ну, у Европы будет... Они, значит, вышли из проблемы с топливом, грохнув свою энергоемкую промышленность. Ну, значительную часть энергоемкой промышленности. То, что они за счет высоких технологий компенсировали спад в энергоемкой промышленности, это их статистический фокус. Это очень сомнительно. Вот. У них будет нарастать финансовые риски. Ранее в 2024 году не рванет. Но Credit Suisse, в общем, показал, что это уже все держится на дотации. Вот. У них будут нарастать проблемы с... Как это по-нашему будет? Мигрантами. Вот. Потому что европейских халифатов будет не один, их будет несколько. Это уже понятно. Как они будут территорию делить, тоже непонятно. Но я думаю, что лидером будет Франция, такого создания нового образования государственного, которое будет, называется, и нашим, и вашим. Пытаться учитывать интересы и старого вымирающего, бывшего европейского населения, и нового приходящего. С точки зрения политики, ну, будет что-то поставлять на Украину. Не уверен, что в прежних объемах немцы считают Украину своей территорией с 1914 года. И объяснить им, что это не так, довольно сложно. Поляки считают, что вот сходные кресла, западная Украина по-нашему, да и западная Белоруссия, да и Литва, это вот территории, которые от них несправедливо отторгнуты, вот мы вернемся, устроим там прекрасное рабовладельческое общество. Это действительно идея фикс. Но они хотят владеть рабами. Понимаете, эта идея не про системные свадения территории. А немцы с 1914 года, они рассматривают Украину как то, что должно быть для них... Ну, как для Британской империи была Индия, источник всех богатств, источник могущества. Для них то же самое Украина. И они рассматривают Украину как то, что обеспечит Германии второе дыхание. Сейчас они вывозят органы, они вывозят человеческий товар, они вывозят чернозем, они вывозят лес. Но это недостаточно. Нужно комплексные системные свадения. И они надеются, что это позволит немецкой экономике продолжить свое существование. На самом-то деле, Гитлер, когда нападал на Советский Союз, он, конечно, по плану Барбаросса ставил флажки по Волге. Но смысл был в захвате именно Украины. И еще после Мюнхенского сговора сразу же английская дипломатия вполне официально заявляла и объясняла немцам, что если вы нападете на Советский Союз под флагом освобождения народа Украины от большевистских оккупантов, то мы вам можем спокойно гарантировать, что все у вас будет хорошо, мы вступаться против вас не будем. Но это было в период, когда у Гитлера еще не было общей границы с Советским Союзом. И он специально сделал Словакию независимым государством, чтобы ее не иметь. Но, тем не менее, вот такие намерения были. И они, в общем, они там карты рисовали, даже американцы эти карты печатали в своих газетах. И эти намерения, они вошли в плоть и кровь немецкой элитки, и они сейчас пытаются это дело реализовывать. Поэтому Германия будет чуть более серьезно, чем нам кажется. Дальше мы увидим на Ближнем Востоке, я думаю, размежевание. Потому что американцам удалось не допустить существления израильтянами геноцида, после которого израильское государство перестало бы существовать, лишившись своих моральных оснований. И, соответственно, Ближний и Средний Восток ушел бы под Англию. Но сейчас понятно, что необходимо создание палестинского государства после этих зверств, которые, кстати, еще не закончились. Убийства массовые продолжаются, когда там говорят 25 тысяч человек убитых, столько-то тысяч детей, это и не учитывают искалеченных. Это по состоянию неделю назад, а процесс-то продолжается, они продолжают изставлять людей. Но понятно, что они не могут убить 2 миллиона человек, это у Гитлера не удалось сегодня доехать, тем более не получится. Ну, я говорю, в процентах населения. Поэтому не доехать эту задачу решить не удастся. Палестинское государство будет создано. И сейчас обсуждается идея, что палестинское государство должно иметь выход к морю и при этом должно быть территориально целым. Это означает, что никаких секторов газа забудь. Это означает, если эта позиция сохранится, то палестинское государство будет создано на севере. Израиль. Это будет такая полоса, которая, во-первых, Фатх сквестнется с Хамасом, после чего ему окончательно станет не до Израиля. Израиль это выгодно. Дальше Израиль будет отделен этим клокочущим, покочущей полоской ненависти от Хамаса. Это Израиль тоже выгодно. Голландские высоты станут проблемой не Сирии и Израиля, а опять-таки Палестины и Сирии. Я думаю, что сирийцы этот вопрос тогда решат очень быстро и спокойно. То есть это выгодно и Сирии. Но Ливан никто не спрашивает, никто не вспоминает после взрыва в Берутском порту, вообще есть там какое-то правительство или его уже нет. Вот так и не собралось. Поэтому мнение Ливана примерно никому не интересно. И Орданин вздохнет с облегчением тоже, потому что палестинцев на границе станет поменьше. Больше всех будет плясать от радости Египет. А для Израиля формально это будет очень плохо, потому что нецветущие северные земли обменяют на превращенную щебенку газу. А тут давайте вспомним, с чего я все это начал. То Газа стоит ровно напротив колоссального газового месторождения. У нас весь Восток Средиземного моря стоит на Газе, так называемое месторождение Лиафан. И вы будете смеяться, единственный, кто этот газ разрабатывает уже много-много-много лет, это Россия. Все остальные бьют в ладоши, пихаются, спорят, ругаются, проводят разграничительные линии, николышков бить не могут. Российские компании, по-моему, Роснефт на шельфе Египта, спокойненько все качают, все всем продает и все счастливы. Но Израиль получит возможность осваивать наиболее удобную часть месторождения Лиафан, которая как раз напротив газа. И этот газ может заменить газ России, трубопроводный газ для Европы. Это, на самом деле, такая ловушка, приманка для континентальной Европы, потому что ни американцам, ни англичанам дешевый газ для Европы вообще не нужен совсем. И если даже американцы с этим усмирятся, то англичане, которым не удалось уничтожить Израиль, вот этой вот провокации, когда Хамас пытался спровоцировать на геноцид, им это все неинтересно, и они этому помешают, я думаю. Но будет увлекательно за этим смотреть. Ну, то есть вы думаете, что в ближайшее время палестинское государство все-таки будет создано? Ну, не в 2024 году, конечно. Конечно, не в 2024 году. Ну, потому как, простите, его не создали с момента того, как договорились об этом сделать при царе Горохе. Уж извините, с такой сравнением. Да, в следующий раз мы вам торжественно его провозгласили в 1967 году, и с тех пор периодически провозглашают время от времени. Ну, де-факто это на самом деле, если уж совсем. Это будет самая большая трагедия для палестинской тусовщики, которая, ну, понимаете, одно дело, вы несчастные, обиженные, вы всеми, значит, терроризируемые, и вы всегда в любом конфликте, вы всегда правы, потому что вы несчастные, и вам не нужно заниматься развитием, потому что, ну, как бы вам и так дают. И тут вдруг вы получаете свое государство, вы получаете относительный мир на границах, и вам говорят, ну, а теперь давай, развивайся. Ты же для этого хотел. А у меня руки под автомат заточены, а не под фиркус мотыга, грубо говоря. Мне это неинтересно. Вот это будет самая большая трагедия, это будет, безусловно, для руководства Палестина, но, вы знаете, его как-то не жалко в этой ситуации. И потом вполне возможно, что не произойдет очередная кадровая ротация, кто-то кого-то съест, и действительно придут люди, которые будут способны чем-то развиваться, чем что-то развивать, хотя бы на руинах израильских поселений. Ну, посмотрим. Видите, как мы плавно из Европы переехали на Ближний Восток. Нет, это вопрос, найдет ли Европа замену российскому газу. Задача, о которой сейчас говорю, применить так к палестинцам, а НАТО значительно более остро стоит применительно к нам. Мы сможем от финансовых спекуляций перейти к развитию экономики? Или не сможем? Это будет решаться в 2024-2025 годах. При этом очень драматические процессы идут внутри Америки, потому что там же сменили спикера Нижней Палаты Конгресса за то, что он вступил в соглашение с президентом Байденом. Причем его снесли демократы, его снесли люди, которые формально должны поддерживать Байдена. И радоваться, собственно, тому, что он поддержал. Причем это было на основании данных спецслужб. Но, вы знаете, скажем, если какие-нибудь российские спецслужбы в отношении меня, рядового депутата Российской Федерации, что-то там кому-то сольют, даже в России, то будет большой скандал. По Америке это невозможно. Да еще в отношении спикера Палаты. Это невозможно тем более. Поэтому, если спецслужбы слили информацию, предали ее гласности, и при этом никто их за руку не схватил, и они сами никого за руку не схватили, то это консолидированная позиция американской элиты. Раньше у них была единственная консолидированная позиция. Китай должен быть уничтожен. Теперь у них вторая консолидированная позиция. Байдена надо менять. На кого это другой вопрос? Здесь, что называется, все расходятся во мнениях. Но то, что Байдена надо менять, это фундаментальная позиция. А Байден, если не считая Трампа, это последний системный человек, который был способен мыслить, воспринимать реальность. То есть, у них нет замены Байдену, потому что все остальные, либо Трамп, который не системный, либо это люди, уже получавшие либеральное высшее образование, то есть люди, которые не способны воспринимать реальность как таковую. С какой скоростью они доведут Америку до состояния Украины, это вопрос открытый. А мир без Америки, это, простите, что? Это мир с Китаем вместо Америки? То есть, всей моей трепетной любви к Китаю, Китай к этому не готов, ему это не нужно. Я уж не говорю про всех остальных. И этот вот этот вот разворот будет, переворот точнее. Я-то, собственно, про Европу спросил, из каких соображений. Ну и про Америку, видите, как-то зацепилось. Конфликт-то на Украине остается, и это наша головная боль. Я сейчас говорю и о России, и о Беларуси. Это наша граница, начнем с вами. Это наша граница, и эмоционально это в любом случае и наша боль тоже. Я еще могу уточнить, что люди, которые идентифицировали себя как украинцев, воспринимали себя как украинцев, они в основном сейчас живут в Европе. А воюют-то русские с русским. И это еще одна боль. И что-то с этим надо делать. Рано или поздно в любом случае будет сделано. Мы, правда, пока не знаем, как. Здесь я, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу. Потому что нас сейчас после неудачи военного наступления, после неудачи попытки развалить нас изнутри при помощи девальвации, повышения процентной ставки и рукотворно организованного топливного кризиса, нас пытаются развести на дипломатию. Давайте, ребята, Минск-3, Стамбул-2. Это очень видно. Но если удастся развести на дипломатия, ну, это нужно американцам для своих выборов, обозначить, что, смотрите, мы смогли конфликт урегулировать. Но это возможно только в том случае, если бы мы имели возможность нормализовывать сознание украинского общества. Мы это не имеем такой возможности. Поэтому любое перемирие – это будет консервация, накачка новых сил для нового нападения для нас. И ничего будет. И ничего будет. Переход России-Украины в состояние Израиля-Палестины. Я просто напомню, что и евреи, и арабы – это семитские народы. Когда кто-то говорит про антисемитов, нужно уточнять, каких именно семитов имеют в виду. И то есть разница между израильтянами и палестинцами, она, конечно, больше, чем между теми, кто считается украинцами и русскими. Но все равно это некоторое родство имеется и там. Просто он отрицается. Представляете, как замечательно Израиль нормализовал все отношения, кроме формальных, с Саудовской Аравией. Какие-то ученые предположили, что, может быть, Саудиты – это потомки одного из утерянных колен Израиля, Израилевых, и все успокоились. То есть разница – идея создать такую большую Палестину, чтобы кошмарить Россию, она не получится. Она не сработает. Потому что другая плотность населения и другой смысл существования и России, и Украины для глобальной политики. Если Израиль – это, так сказать, раскаленная кочерга, которую Америка шевелит в Ливний Восток и не дает окончательному уйти под английский контроль, то у нас, как бы, и у Украины другие, так сказать, другой политический масштаб, скажем так. Поэтому, если не произойдет освобождение Украины от, грубо говоря, фашизма, то ничего не закончится. Пока не произойдет освобождение, ничего не закончится. И после того, как это освобождение произойдет, необходимо будет, грубо говоря, возвращение людей в нормальное психологическое ценностное поле. Потому что дети, которые 10 лет назад кричали, кто не скачет, тот москалин, москаляку, нагеляку, а на Западной Украине, они, это уже сейчас, уже внуки тех, кто так скакал там, ну, 80, 80, ну, с 88-го года они там точно так скакали. И те, кто сейчас, те, кто сейчас хлебнул вот это вот лихо, они нам этого не забудут никогда. Это надо понимать. У нас это, стараются об этом не думать, отложить на потом, но нормализация украинского общества – это работа на поколение. Причем эта работа затратна и очень энергична. Можно посмотреть, что случилось с Западной Украиной, когда через 10 лет после войны расслабились в отношении бандеровцев. Ну, правда, через три года после того, как было, расслабились в отношении бандеровцев буквально через год после того, как закончилось бандеровское сопротивление. Вот, так что можно считать по-разному. Но это работа, в которой нельзя будет расслабляться поколение три. А у России тоже есть свои трудности, есть своя внутренняя динамика, не всегда хорошая, не всегда нормальная. И что мы три поколения не сможем расслабляться в отношении Украины – это, знаете, это очень высокая самооцепка. Я бы сказал, слегка завышена. Так что здесь пока шаг за шагом, как по-гуддийской притче. Слона можно съесть только маленькими ложечками, поэтому шаг за шагом. Очень много усталости накапливается от этой темы. И почему я спрашиваю про Европу? И там-то тоже они подустали, мне кажется. И от того, что они все время должны помогать, по-моему, для простых людей, живущих в Европе, все. Я понимаю, что извините. Простые люди озвереют не от того, что им приходится там 3% своих денег отдавать на Украину. Нет. Плохие люди, простые люди звереют в столкновении с украинскими гражданцами. Это первое, что у них в бесплатно-дневной жизни, да. Когда вы сталкиваетесь с человеком, который сбежал с Ближнего и Среднего Востока, даже из Северной Африки, вы сталкиваетесь с действительно несчастным человеком, который действительно, ну, кроме, так сказать, тех, кто пришел завоевывать и колонизировать в соответствии с догмами английского политического ислама, но обычные люди – это люди, которые просто хотят по-человечески пожить. И просто хотят, чтобы их не стреляли. Ну, они хотят малого, на самом деле. Другое дело, что их очень много. А украинские беженец искренне считают, что ему все должны. И ему все должны не краю ухлевать. Ему все должны очень роскошную, комфортную жизнь. Не та, в которой он жил на Украине, а та, в которой он видел в голливудских блокбастерах. Ну, ему пообещали в 2014 году такую жизнь. Нет, ему пообещали. Но дело не в том, что пообещали. Дело в том, что он в это поверил. Да, поверил и поехал уже. Когда живут немцы за пределами условного Франкфурта, то они говорят, ну, я должен быть лучше вас, потому что я же лучше вас. И когда он объясняет немцу, что он должен быть лучше немца, потому что он лучше немца, немецы на него смотрят и думают, так, подождите, а кто здесь фашист? И кто здесь расист, пусть даже бывший? Что он сталкивается именно с позицией расового превосходства? В отношении себя. Отчего он слегка отвыкнул. Вот. Но на самом деле сегодняшняя Украина, она трещит, хрустит и ломается. И она держалась за счет западной поддержки весь 23-й год. Только за счет. Свои ресурсы кончились. Но тем не менее, думать, что вот в 24-м году западная помощь Украине закончится, все хрустнет, и мы, значит, пойдем вперед, потому что там все кончится, это очень наивно. Это очень наивно. В 24-м году ничего не кончится. Вообще ничего. Вот. Мы не наносим ударов по задам. Вот как только мы начнем наносить удары по нашим врагам в США и Англии, так как они наносят удары по нам, работая с социальными различными группами. Ну, простая вещь. Самое, значит, мы знаем, что во Франции, в Германии есть зона, куда белый человек не может зайти. Так называются ногу зоны. Французы насчитали лет, наверное, уже 12 назад таких зон 758. И у себя немцы посчитали, публиковать не стали. В Америке же есть точно такие же зоны. Там, значит, латиноамериканская преступность, там эти муравьи из Сальвадора и так далее. Ну, так простое разъяснение, что они не оркопреступности, что они заря нового мира, который надлежит переформатировать вот это вот огромное пространство, чтобы оно служило не толстосому Солл-стрита, а конкретно пацанам из Лос-Анджелеского пригорода. Когда я туда пытался заехать, меня полицейские остановили. И, в общем, мне очень вежливо объяснили, что как бы парень тебя там съедят, так что давай ты машину нам оставь, чтобы машина не пропадала. Иди туда пешком. Пытался мне объяснять, что я русский. Русские с вами разговариваем, здесь не пошли, да? Что ж, а Лето? Они сказали, не-не-не-не. Я говорю, а кто будет, если я поеду? То я тебе сыны прострелю, а потом ты пойдешь в тюрьму. Мы все время смотрим. Ну, вот сейчас у них там деньги закончатся, сейчас у них там выборы пройдут, что-то изменится. Там еще что-то пройдет. И все. Главный урок вот периода с коронавирусом. Что вы сами сделаете, то у вас и будет. Ничто само не свалится, кроме очередной эпидемии. Кроме очередной беды. Когда-то в советские годы был лозунг, который перестали использовать уже на моей памяти, но в конце 50-х было очень популярно на стенах писать, транспаранты вешать, как бы, что мы сделаем, что мы сами сделаем, то у нас и будет. Как мы работаем, так мы и будем жить. Это было самоощущение советского народа. Это не была пропаганда ЦК. Вот то же самое. Никакой стабильности, кроме той, что мы сделаем сами для себя, выгрузим сами для себя, в природе не существует. Эти времена, когда были какие-то законы, правила, приличия, рынки, это все закончилось. Вот хотите иметь определенность, значит, сделайте эту определенность. Единственная определенность, которая возможна в сегодняшней природе, это мы будем делать вот это. Вот мы это будем делать, мы это стали делать, вот это для нас определенность. Что происходит за пределами того, что мы делаем сами, мы можем изучить, мы можем проанализировать, спрогнозировать мы не можем, потому что мир ломается. Мы уже с 20-го года уже в постинформационном мире живем, а мы еще индустриальные, толком не осмыслили. А информационные тем более. И все теории, которые у нас есть в головах, они относятся к индустриальному миру. Теории, которые мы разработали для мира информационного, они носят описательный характер. Они не имеют прогностической силы, они не работают для прогноза. А мы в постинформационную эпоху, когда мы живем в социальных платформах, и у каждого свои факты. Это то, что американцы назвали термином постправду в 2014 году. Тогда все это было зарей, а с коронависием мы окончательно в эту постправду погрузились. Мир социальных платформ. Это другой мир. Он по-другому устроен, он по-другому функционирует. Да, мы примерно понимаем как, но прогностическая мощь отсутствует. Поэтому, что мы делаем? Будем мы делать национальное освободительное движение немцев в Соединенных Штатах Америки с лидером Трампом? 60 миллионов человек, между прочим, в Америке немцы. Вот у нас будет кусок стабильности на Украине. Будем мы объяснять французской тусовочке, что, ребята, вы не сможете взять Англию. Вы не сможете владеть Англией. Это у вас не получится. Вам можно владеть только Шотландией. Ваша попытка захватить Лондон, которую вы предпринимаете в 2004 год уже, она очень интересна, заслужит большого уважения, но она порывается. Поэтому, да, здравствуй, Шотландия в составе Евросоюза. Вот будем мы это делать? Будет у нас относительная стабильность на Украине. Не будем мы этого делать. У нас тоже будет стабильность. Это будет стабильность против нас, а не для нас. Вот и вся разница. Ну, это будет стабильность, на которую мы не сможем никак повлиять, к сожалению. Вот именно поэтому я очень всегда радуюсь и очень позитивно смотрю на то, как союзная программа Беларуси и Россия. Да, возможно, это не те масштабы, это не глобальные, не мировые. Это вообще идеальный формат. Да, вот то, как у нас это происходит. И то, как особенно в последнее время очень много исчезло всякой словесной и другой ненужной мишуры в этих отношениях. И они все более и более начинают становиться похожими на настоящие, да, прагматичные, да, взаимовыгодные, но правильные, на мой взгляд, отношения. Отношения России и Беларуси сейчас, я боюсь это говорить, но у меня они представляются близкими к идеалям. Я как специалист по проблемам, если я где-то не вижу проблему, я начинаю испытывать когнитивный диссонанс и глубокое неудобство, потому что, ну, как бы, ну, суслик же должен быть, а я его не вижу. В данном случае, я надеюсь, никаких сусликов действительно нет. Спрошу еще об одном континенте, об Африке. А мы сейчас видим, например, очень большую активность белорусской дипломатии, которая пошла особенно на юг, юго-восток Африки. И, в общем-то, активно действуют там и визиты главы государства, и ответные визиты. У Российской Федерации большая история отношений с африканским континентом. На ваш взгляд, когда наступит время, когда действительно за Африку возьмутся серьезно, что называется? Значит, первое. Когда кто-то говорит про Африку, нужно всегда... Есть очень простой критерий разделения специалистов и тех, кто просто пришел поговорить. Вот на сегодняшний день, если человек, среди прочего, знает про влияние в Африке не только Китая, Америки, Европы, России, но и Индии, то с ним можно разговаривать. Если он про Индию забывает или не знает, ну, это общая тема. Потому что индийское влияние там было очень большое в средние века, и Индия туда возвращается очень энергично. То есть сегодняшняя Африка, если смотреть в динамике, это Китай и Индия, ну и в лаконы заходим мы. В Китае и Индия там работают системы. Второе. Что такое Африка? Это вторая после России нераспечатанная кладовая в природных ресурсах мира, где есть все, что вы можете себе вообразить, и это все не используется. Россия не используется по причине плохого климата и не очень эффективного хозяйствования в Африке не используется по причине политического кризиса, политического хаоса. Ну и тоже плохого климата, хотя с другим знаком температуры. Когда уходили колонизаторы, особенно англичане этим были славны, они нарезали границы специально так, чтобы нельзя было разобраться. То есть племя живет вот так, значит границу нарежем вот так. Это прямо видно. Дальше подросли собственные элиты, которые жили, пытались властвовать в рамках своих государств. И в общем Африку ждет политическое переформатирование на самом деле под народами. Этот процесс будет долгий, он будет мучительным, он будет неприятным, но когда мы видим партизанскую войну почти во многих местах, это все достаточно скрип. Поэтому с Африкой будет очень и очень сложно. И здесь опять-таки системный проект. Китайцы работают очень хорошо, индусы работают, ну скажем так, менее хорошо, но очень экономически, менее системно, но с большей ориентацией на экономику. Мы работаем, ну вот мы видим проблему, мы ее решаем. Мы видим вторую проблему, мы ее решаем. Мы видим группу проблем, мы их решаем, но системного подхода я пока боюсь, что у нас нет. при этом Африка это предельно благодатный рынок. То есть это рынок, который покупает все. Вот у вас есть рыбные консервы? Африка покупает рыбные консервы. То есть нужно найти. У вас есть, я не знаю, зубочистки, Африка покупает зубочистки. У вас есть деньги, вы хотите их инвестировать, вы имеете самые разные варианты. Другое дело, что где-то вас нужно, вам для этих инвестиций нужна защита военная, где-то для этих инвестиций нужна защита политическая, а где-то для этих инвестиций вам ничего не поможет, поэтому соваться туда пока надо. И население Африки недавно превысило миллиард и скоро превысит 2 миллиарда. Это бурлящий котел, это бурлящий котел с деньгами, и это бурлящий котел с деньгами, где не нужно эксплуатировать и унижать людей, чтобы забирать у них деньги. Это вот территория, где организация развития является лучшим бизнесом. Не захват чего-то, не освоение, не контроль за рынками, там нет этих рынков. Вы сами их будете организовывать. Грубо говоря, платформы на организации такси в стиле Яндекса, выходцы из России, они, значит, в своем родном Конго сейчас делают. И, по-моему, уже сделают. То есть, там мы привыкли очень долго брать западные решения коммерческие, переносить к нам, а сейчас вы просто берете коммерческое решение и переносите вовремя. Опять-таки, проблемы политические, проблемы в некоторых местах военные, проблемы культурные, потому что во многих местах люди не жили при частной собственности и, как бы, твое или мое, это хорошо общее, это не шутка. Но, опять-таки, это очень хорошая перспектива. Это очень хорошая перспектива. Когда-то Ломоносов писал, что Россия прирастать будет Сибирью и Америкой. О мировых глобальных климатических проблемах говорили не так давно в Дубае, где прошла конференция по изменению климата на планете. 140 государств, участников, представительные делегации, порядка 90 лидеров государств приехало. Александр Григорьевич Лукашенко выступил с речью, после которой зал стоя аплодировал. Главная суть, что во время конфронтации говорить о борьбе за зеленую планету очень сложно. И деньги, которые тратятся на военные конфликты, триллионами долларов, когда говорят о решении климатических проблем, а где взять деньги, так вот они. Давайте вот не туда, а туда. И все сразу решится. И в природе будем жить согласно. Наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы противодействовать каким-то космическим циклам и обратить их спять, а на то, чтобы от них защититься. Да, но у нас, скажем, вечная мерзлота. У нас есть города, устроенные на вечной мерзлоте. Мы сейчас развернули программу мониторинга, которая контролирует, как эта вечная мерзлота тает. Мы знаем, что она будет таять. И даже если мы ликвидируем всю промышленность Земли, вечная мерзлота от этого тает, не перестанет. Это космический цикл. Ну, конечно, там есть мошенничество, конечно, там мониторят вечную мерзлоту, в том числе там, где ее никогда не было, никогда не будет. Это понятно. Это вице-премьер в поисках десятки. Так как бывает. Но, тем не менее, мы видим, что будет, что тают ледники. Мы знаем, что они будут таять. Мы знаем, что это процесс нелинейный. То есть, высота мирового океана повысится внезапно. Если она будет, за 100 лет, она повысится на 50 сантиметров, то это не по 5 миллиметров в год. Это по 1 миллиметру в год, а потом 30 сантиметров сразу. За полгодика. Вот, соответственно, у нас Ленинград защищен дамбой. И все местные экологи, все население Питера люто не готовят по поводу этой дамбы. Там застаивается вода, там плохо с экологией. Это не про экологию. Это даже не про распил денег. Это про то, что мы защищаемся от будущего скачкообразного повышения уровня мирового океана. В действительности, это имеет политический аспект, потому что Россия и Белоруссия с климатической точки зрения будут самыми благоприятными местами. В Западной Европе будет слегка жарковато. Там, где сейчас жарко, станет невыносимым. Очень интересно посмотреть, как будет меняться климат в Африке. Но это нужно климатическое моделирование, которого у нас, к сожалению, нет. И одна из причин очистки Украины от населения, которое сейчас осуществляется Западом, это очистка пространства для будущего переселения. Это имеет прямые политические следствия, просто о них говорится значительно более мягко, чем это будет на самом деле. Ну и поэтому, наверное, тоже в том числе надо все-таки эти вещи обсуждать. Но повеселиво, если хотите. Димарш, лидеров таких крупных государств, как прибалтийских государств, и же с ними Польша, которые отказались фотографироваться на общее фото, где все участники этой конференции, объяснив это тем, что там есть Лукашенко. Зачем компрометировать Александра Григорьевича? Ну, у нас кто сегодня руководит и Балтика, и Польша? А, понимаете, назвать этих людей британскими агентами, это значит им сильно польстить. А с другой стороны, без них, ну, если нельзя сделать мир чище, ну, хотя бы они сделали чище фотографии. Польстить. Это правильно. Молодцы. Я за них рад. Конечно. Спасибо вам огромное, Михаил Геннадьевич. С наступающим Новым годом. Искренне желаю и вам, и всем, кто нас смотрит, чтобы только хорошие прогнозы сбывались. Спасибо. Вас также с наступающим праздником. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok